А у нас в гостях Юрий Копылов, эксперт по нетворкингу, а также маркетолог. Юрий, скажите, в обсуждении какого вопроса вы принимали участие на выставке World Food 2019? Отлично. Ну, во-первых, я не только Юрий Копылов, меня больше знают как Юрий Михайлович. Это мой бренд, соответственно, построенный во многих нишах. И я пришел на эту выставку осознанно, чтобы посмотреть, что сейчас в маркетинге, в упаковке происходит. Так как я специалист по нетворкингу, по личному бренду, я вижу, как эксперт, например, представьте себе, что вы шоколадная конфета. И экспертов на рынке много, огромное количество. Но это конфеты какие-то коричневые, не выделяются. А вот здесь на выставке я увидел, например, торговый дом шоколада. Упаковка потрясающая, мне самому стало вкусно, интересно. И это то же самое, как упаковать вашего либо владельца бизнеса, либо эксперта. И вот на стенде шоколада я вижу, что налетели вся иностранцы. Они покупают, смотрят, как это все вкусно сделано. И сегодня нужно выделяться. Если ты сумел выделиться, тогда ты побеждаешь. А вот, кстати, хороший вопрос. Да, действительно, почему многие производители не задумываются о том, что упаковка – это как минимум 50% успеха? Ну, смотрите, вот даже мы сейчас с вами делаем лайв-трансляцию и запускаем Facebook. Получается win-win. 9 тысяч моих подписчиков – это владельцы веб-студии, эксперты высокого уровня. Они увидят эту трансляцию. И мы с вами, можно сказать, обмениваемся аудиториями. Я выступал, например, на выставке, на гостинке сувениры и подарки. Я собрал там базу порядка 100 сувенирных магазинов. Я подхожу здесь к владельцу какого-то стенда и говорю, хотите увеличить эффективность этой выставки процентов на 30, на 40? А как это можно? Давайте подумаем немножко более широко. Я предлагаю свою базу, говорю, рекомендую вас, а беру у вас. И получается, что я практически участвовал, мой проект 365 подарки.ру участвует в этой выставке. Эффективность вырастает в разы, понимаете? Когда мы это делаем вкусно, когда мы рассказываем про какой-то продукт эмоционально, мы просто-напросто заряжаем того человека, который находится за экраном. И также вот упаковка должна заряжать нас эмоционально. Производители, возьмите это на заметку. Юрий, и хотел бы вам такой вопрос задать. В плане нетворкинга, что дает выставка World Food 2019? Ну, во-первых, смотрите, один маленький прием, который я прямо сегодня начну применять. Я у вас на сайте retail.ru посмотрю все интервью, которые взяли у экспертов, у производителей. Я просмотрю их в ускоренном режиме. Потом я напишу именно этому человеку, скажу, дам ему обратную связь, что мне понравилось у него в интервью. И таким образом это получится как псевдорекомендация. Вот авторитет этой выставки я смогу взять за собой и познакомиться с этим человеком легко. Это все равно то же самое, как мы сидели за одним столом с Игорем Манн, Филипп Котлер, маркетолог номер один. Мы общались, обедали, и теперь, когда я прихожу к какому-то маркетологу, я говорю, вам привет от Филиппа Котлера. Правда? Конечно, вы можете зайти на мой сайт и увидеть мою фотографию вместе с ним, где он держит мою визитку. Это я называю псевдорекомендацией. И вот смотрите, вы берете, я хочу передать привет Елене Саргалдаковой, это Казахстан. Я увидел на вашем стенде ее визитку, я тут же среагировал. Я понимаю, что вы ее продвигаете, она продвигает вас. Это вот и есть нетворкинг. И я. 39 твоих фишек, твоя книга просто потрясающая. Я зашел, сфотографировал, и сотрудники на вашем стенде, они тоже эмоционально заряжены. Вот у вас глаза сейчас горят, правильно? У меня тоже эмоции. Это вот то, что мы просто помогаем друг другу, и это нетворкинг. Он работает. Вас понял. Юрий, спасибо вам огромное за отдельные советы. Оставайтесь с нами. Супер. 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 Супер.